МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Полицейский репортер». С вами Алексей Овсянников. И мы готовы показать, с чем сталкивались полицейские за прошедшую неделю. Повторная жертва. Житель Каундыка попался на уловки мошенников уже в третий раз. Что стало причиной? Запрещенка под капотом. В Медногорске полицейские задержали автовладельца, перевозившего наркотики. 24 килограмма сильнодействующих веществ по почте. Столько хотелось быть оренбуржец, но теперь предстанет перед судом. Осталось без денег и семьи. Солильчанка украла более миллиона рублей у родственников и уехала к возлюбленному в Питер. Не справился с управлением и пытался сбежать. Сотрудники патрульно-постовой службы догнали злостного нарушителя закона. В Каундыке мошенникам удалось обмануть мужчину трижды, используя разные схемы. Чему поверил сельчанин и почему все не закончилось на первой истории, подробности от коллег. Сотрудники межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Кувандыцкий на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику дистанционных хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. К сожалению, несмотря на все усилия полицейских, все еще находятся доверчивые граждане, которые становятся жертвами мошенников. Так, 56-летний сельчанин из Кувандыцкого городского округа трижды стал жертвой злоумышленников, потеряв в общей сложности около полутора миллионов рублей. Увидев рекламу, что можно заработать деньги, я пообщался с одной компанией, которая обманул меня на определенную сумму и потерял деньги и остался в кредите. Через два года мне звонят другие лица уже. Говорят, типа, у них есть возможность достать которые деньги в офшор, которые ушли два года назад. Мы эти поможем тебе через какие-то европейские запросы перевезти деньги в Россию и получить деньги. С этих денег они будут иметь 25% их доли. Мы общались, и он показывал мне площадку, на котором можно заработать деньги, пока время идет, пока запрос обрабатывается. И решили этим самым подзаработать мне и себе, наверное, взять кредит. Потом этих денег мало, давай еще попробовали. Еще другой банк, который нам отобрал сумму, вложили эту сумму туда же. Через где-то определенные полтора месяца пропадает у меня связь с ними, а они не выходят на связь. И, соответственно, я теряю свои деньги. Потом я начал искать, кто может помочь. Откликнулись одни юридические компании, пообещались, что обязательно вытащат. И им поверил, оказались мошенниками, которые требуют, требуют, требуют деньги за вывод моих же денег. Не попадайтесь на такие уловки. В текущем году 8 жителей Оренбургской области попались на уловки мошенников повторно. Злоумышленники настолько сильно проникают в сознание граждан, что вместо заявления в полицию они продолжают верить и отдавать деньги. Психологический момент рецидива заключается в том, что люди, потерявшие деньги, в силу различных причин не могут принять момент потери и обмана, а также желают наказать злоумышленников и пытаются всеми способами вернуть деньги, все больше попадаясь на различные уловки, самое популярное из которых – оказание юридических услуг и возврат денег. Также мошенники, понимая, что человек доверчивый, легко идет на контакт и не прерывает разговор, начинают применять больше манипуляций в надежде, что им поверят и отдадут крупные суммы денег. Главное правило, которое поможет обезопасить вас – не вступать в подозрительные беседы. И если в разговоре речь зашла о деньгах, бросьте трубку. Интересную находку обнаружили полицейские Медногорска. 27-летний мужчина спрятал наркотические вещества под капотом автомобиля. Однако изготовленное употребить не успел. Теперь фигуранту грозит лишение свободы. При осмотре автомобиля «Опель Астра», принадлежащему 27-летнему жителю Медногорска, были обнаружены и изъяты наркотические вещества. 27-летний владелец автомобиля рассказал полицейским, что ранее собрал часть дикорастущей канапли и затем приготовил масло каннабиса. В дальнейшем он намеревался самостоятельно употребить данные наркотические вещества, но был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и на лежащем поведении. Аренбурж через экспресс-доставку почтового отделения забрал 24 килограмма сильнодействующего вещества, хранил в арендованной квартире со всем необходимым оборудованием. Также успел подготовить 10 тайников-закладок, которые впоследствии изъяли полицейские. Теперь он отбывает наказание в колонии общего режима. Вышеуказанные вещества, которые были у вас сотрудниками полиции, изъяты, с какой целью хранили у себя дома? С целью дальнейшего их сбытия. Оборудование тайников-закладок? Да. Где оборудовали тайники-закладки и каким способом? На улице путем прятал либо снег, либо... Прикоп? Прикопы, да. Сколько за каждую закладку вы получали от денежных средств? 500 рублей. Мечта о новой жизни не сбылась у жительницы Солилецка. Она украла 1 миллион 200 тысяч рублей у своих родственников, чтобы уехать в Санкт-Петербург и начать жить заново. Женщина оставила семью и детей, но была обманута. Увы, у брата супруга украли 600 тысяч рублей. После вы поехали по месту регистрации вашей и забрали из бумажного конверта, который лежал в комнате спальной в шкафу, 550 тысяч, принадлежащие вашей свекрови. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-развитных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась родственница потерпевшего, которая, находясь у него дома, похитила денежные средства в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Затем женщина уехала в город Санкт-Петербург, где отдала всю похищенную сумму своему возлюбленному, который впоследствии перестал ходить на связи. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, за которое максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы. А завершим наш выпуск погоней. Полицейские патрульно-постовой службы применили спецсредства-наручники и слезоточивый газ, чтобы задержать пьяного нарушителя. К нами был замечен молодой человек, который шел, шатался из стороны в сторону. Вел себя агрессивно, размахивал руками, после чего сел в автомобиль, УАЗ-2112 серебристого цвета, и начал резко трогаться с места и ускоряться. Право, останавливаемся, прижимаемся! Неоднократно требовали остановиться, но водитель никак не реагировал и пытался скрыться. Он совершил наезд на бордерную плитку, после чего его откинуло в столб. После этого автомобиль остановился. Гражданин выбежал. Стоять! Данный гражданин нами был задержан. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Такой жизнь полицейских была на прошлой неделе. Будьте бдительны, соблюдайте законы и не попадайтесь в камеры полицейского репортера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова